МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Французский депутат напомнила об использовании Баку джихадистов в Арцахе. Фальсификация истории вокруг Дады Иванка и Ганзасара. Дом музея Люси Кагулеции. Скрытый культурный рай. Президент Ирана предупредил Баку о последствиях создания в регионе плацдарма для посторонних. С приходом осени природа украсила края Сары Камыша своими красками. Обращение к прокурору Международного уголовного суда инициировать расследование по факту совершенных преступлений в Арцахе. Армянская версия книги Азнавура «Жизнь глазами Шарля». Баку готовит беспрецедентную волну фейков под названием КОП-29. Об этом в соцсетях написала руководитель парламентской группы «Дружбы Франция-Армения» Национального собрания Франции Ан-Лоренс Петтель. Настоящий Баку – это бензиновое и газовое государство, диктатура против прав человека. В 2020 году Баку использовалось джихадистов и фосфорные бомбы в Арцахе. Монумент ВОЧ бьет тревогу. Фальсификатор истории Ризван Гусейнов недавно посетил оккупированный Арцах, выступив с пропагандой против армян, утверждая, что армяне якобы исказили исторический облик монастырей Ганзасар, Амарас и Дад-Иванг. Этот тезис, конечно, не нов и звучит по азербайджанским СМИ в последние годы. В сентябре 2024 года Гусейнов представил упомянутые монастыри как поврежденные армянам памятники. В частности, в отношении Ганзасара утверждает, церковные надписи за последние 100 лет были подделаны, в то время как факты и фотографии XIX века свидетельствуют об обратном. Касательно Дад-Иванг, Гусейнов поставил под сомнение строительные надписи католической церкви, заявив, что они также поддельны. Однако документы, проведенные в советские годы исследования, показывают, что церкви являются армянскими. Фальсификации, нарушающие принципы культурного наследия ЮНЕСКО, направлены на организацию армянских церквей и уничтожению армянского наследия. Гаговский суд уже запретил осквернение армянских культурных ценностей. Однако преступления со стороны Азербайджана продолжаются. Золотая осень в Ереване. Дома музея – это жемчужины Еревана. Далее от городского шума дом музея художницы-исследователя-специалиста по народному искусству Люси Кагулецци действительно открывает нам рай. Люси Кагулецци получила свою фамилию по месторождению. Расположенный в автономном районе Нахадживана, населенный сегодня азербайджанцами, исторический город Агулис в прошлом был известен архитектурными памятниками, музыкальными традициями и знаменитыми личностями. Считался одним из ведущих армянских населенных пунктов. Люси Кагулецци родилась 31 мая 1946 года в селе Верхний Агулис Нахадживана. В семье Арутюнянов – последних армян, проживавших там после осуществления турками и азербайджанцами в 1919 году геноцида. Придерживаясь традиции, унаследованных от предков на протяжении всей жизни Люси Кагулецци собирала украшения, предметы, одежду, мебель и даже настоящие куклы, представляющие этнографическую ценность, став королевой культурного наследия. Музей был создан супругом-скульптором Юрием Самвеляном. Этнографический музей отличается уникальными мастерскими. В музее проводятся мастер-классы для детей и взрослых по приготовлению национальных блюд – кете, хапама, долма, хурджин, мшош. Плетение древа жизни из различных круп, гончарное дело, коврат качества, ритуалы с использованием игр вызывают у посетителей большой интерес. Президент Ирана на встрече с вице-премьером Баку заявил, суверенитет ни одного государства не должен быть игнорирован, предупредив об ужасных последствиях создания в регионе плацдарма для иностранных государств. Как сообщает Армепресс, об этом сообщает информационное агентство Тасним. Добавив, на встрече с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым президент Ирана Масуд Безишкян отметил, что создание плацдарма для иностранных государств в регионе не будет отвечать интересам стран региона. Мы верим, что благодаря сотрудничеству сможем обеспечить безопасность и решить наши проблемы. Это принципиальная политика администрации Исламской Республики Иран, которую мы всегда подчеркивали. Природа края Саракамыш-Карса, одного из самых высоких населенных пунктов Западной Армении, с приходом осени украшена различными цветами. Леса Саракамыша создали ослепительные образы. Благодаря дикорастущим фруктовым деревьям в желтых, зеленых и красноватых тонах. Дикие фруктовые деревья, окрашенные в цвета поздней осени, привлекают внимание фотографов. Фотограф-любитель Энез Илмаз в беседе с корреспондентом агентства Анна Долу отметила, нравится фотографировать осенью, подчеркнув, осень с Саракамышей действительно очень красивая. Мне очень понравилось. Мы, фотографы-любители, пришли запечатлеть гармонию красок и у нас получилось много красивых снимков. Рекомендую фотографам не упускать возможность насладиться красотой здешней природы. Граждане Арцаха и заинтересованные лица призывают прокурора Международного уголовного суда начать исследование по факту совершенных преступлений в Арцахе. Заявление было размещено на сайте Change.org. Учитывая масштабы и серьезность преступлений, есть веские основания полагать, что в Арцахе были совершены действия, попадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда, в том числе военные преступления и преступления против человечности. Национальный совет Западной Армении поддерживает любую инициативу, направленную на правовое регулирование преступлений, совершенных в Арцахе и Западной Армении. Напоминая, суд правомочен лишь в том случае, если факты были установлены на территории государства участника государства, которое рацифицировало римский статус или гражданином страны, признающий МУС, который не является государством-участником римского статуса, но официально признала юрисдикцию суда. При поддержке Акба Лизинг Невмак и фонд Азнавур представили армянскому читателю армянскую версию книги великого армянина Шарля Азнавура «Жизнь глазами Шарля». В книгу включены отрывки из сотен интервью и уникальных композиций, сопровождаемыми редкими фотографиями маэстро. Считаю, что особенно в трудные минуты мы ощущаем отсутствие Азнавура и его голоса, так как в эти минуты он всегда был рядом с нами и с Арменией. Надеюсь, прочитав книгу, молодежь ознакомится с ценностями, оставленными Азнавуром и научится этому. Уверен, что Азнавур прочитал бы эту книгу с интересом, отметил сын Шарля Азнавура Николя Азнавур. Исклюзивным партнером данной книги является компания Акба Лизинг. В целом Акба поддерживала творчество Шарля Азнавура на протяжении многих лет, когда переводились произведения Азнавура, и эта книга не является исключением, отметила директор отдела маркетинга и коммуникаций фонда Азнавур Татеви Казарян. Все издания книг знаменитого армянина Шарля Азнавура, изданные НьюМАК, осуществлялись при поддержке одной из компаний финансовой группы Акба. Акба Банк, Акба Лизинг и Амунди Акба. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!